Не так давно я понял, что для счастья жизни-то немного и надо. Небольшое количество денежных средств и большое количество свободного времени. Потому что жизнь это то, что дается вам каждый день. Если вы уделите всю свою жизнь погоне за деньгами, то ни к чему хорошему это не приведет. Это для тех, кто работает на любимом металлургическом комбинате. Да ничего ведь сложного нету, если на комбинате работает один человек. Еще лучше, если он работает в смену. Он зарабатывает достаточное количество денег для того, чтобы обеспечить себе ипотеку и возможность второй половинки завести свой бизнес, независимый от капризов начальника. И тогда у вас получается много свободного времени. Но для того, чтобы организовать свой бизнес, большого труда и не надо. Вы берете буквально 300 тысяч и ищете место, где вы можете вести свое дело. Так, чтобы за аренду много не платить. Так вот здесь в магазине «Все для дома» максимально приближенные условия для вашего успешного дела. Потому как аренда очень низкая, а проходимость высокая. То есть можно заниматься, в принципе, всем чем угодно. Главное потом, ну чуть-чуть, выдать денег на рекламу. И это действительно просто, если не гоняться за сверхприбылью и кривыми понтами. Ну вот смотрите, не так давно я вам начал объяснять, что покупая шашлык о 250 рублей за порцию, он в исходнике получается 1300 рублей за килограмм мяса. Вам! Которое хозяину, блевотнице, обходится в 150. Это не 100%. Это на порядок. И вуаля! Самые передовые опустили цены до 100 рублей. И всем, оказывается, хватает. Любой бизнес в Магнитогорске тупо крутит 100%. На всем. И вы это кушаете. Хотя 100% это ресторанная надбавка и только на алкоголь. Вы можете возразить, а как же я буду платить за аренду? Не ищите место повкуснее. Как, например, торговый центр «Все для дома» Труда 32. Если здесь вот так устраивают праздники, то и жить, и работать они умеют. И дают такую возможность всем. Очень хорошо, что ваше лицо сохранено. Что вы устраиваете праздники. Что люди к вам идут с удовольствием и душой. Но, наверное, есть еще и бизнесмены, для которых вы тоже работаете. Мы стараемся идти много со временем. Приглашаем жителей города Мытогорска и гостей города Мытогорска к нам за покупками. А еще предпринимателей приглашаем к сотрудничеству. У нас понижена арендная плата. Приходите, не пожалеете. Так это-то и радует, что в процессе девальвации никто и не паникует. Для России это благо. Для комбината в особенности. И для вас, горожане. Да потому, что в очередной раз насосы, выкачивающие наши с вами деньги, сдохнут и стухнут. И уедут. И очистят пространство для тех, кто, тратя на аренду разумно, продавая много и накручивая по чуть-чуть, сможет дать детям своим, детям других, будущее. Нам надо просто понять, что дело мы имеем с процессом, длящимся десятилетиями. То есть еще и 20 лет будет кака. И сразу счастья нам не будет. Если счастье это не наши дети. И это самый быстрый и благодатный выход из любого кризиса. Да потому, что их потребности, их понятие о счастье, их радость стоят в разы дешевле. Нам надо только этому у них учиться. Теперь простая математика, как жить хорошо. 5 тысяч – это квартплата за жилье. 10 тысяч – это метра. Вы можете там купить мясо самое дешевое, рыбу самую дешевую. Но только надо готовить дома. И остальные 20 тысяч – для счастья. То есть мы попали в ту самую сумму – 40 тысяч рублей. Как ее заработать? Абсолютно легко. Дело в том, что в Магнитогорске вести бизнес сейчас можно. Если вы, конечно, не думаете о том, что вы будете кормить арендодателя. Потому что снимать квартиру и платить за нее ту самую сумму – это немножко дороговасно. А теперь подумайте, если это проходное место, улица труда, низкая арендная плата и комфортные условия, что это? Да это просто кайф какой-то. То есть, по сути, зарабатывая 40 тысяч рублей в месяц, это сделать очень легко, вы можете заплатить 5, чувствовать себя комфортно. Вот здесь вот, в старом добром детском мире. И сегодня это супермаркет, все для дома. Здесь еще места хватает для тех, кто хочет попробовать независимость, что гораздо лучше, чем зависимость и даже от металлургического комбината.